Масштабное профориентационное мероприятие Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области это не только отличная площадка для знакомства с профессией судебного эксперта, но и возможность пообщаться с практикующими специалистами, а также узнать о всех нюансах поступления, что действительно помогает абитуриентам окончательно определиться с будущей профессией. Сегодняшним выпускникам школ, при том всем многообразии, которые существуют, профессии, специальности, достаточно сложно выбрать какой-то свой жизненный путь. И поэтому мы на регулярной основе устраиваем такие мероприятия для того, чтобы им помочь. Государственный комитет судебных экспертиз – очень интересная организация, в которой под свое крыло были собраны лучшие специалисты многих областей знаний. И поэтому сегодняшним ребятам, которые к нам пришли в гости, мы хотим показать и рассказать не только о самой специальности эксперта, но и дать им возможность почувствовать себя экспертом. Потому что, как вы видите на наших инсталляциях, можно посмотреть микропрепараты, можно вместе с дактилоскопистами, соответственно, пальчики покатать, можно найти кровь вместе с экспертами-гистологами. И кто знает, может быть, кто-то из них к нам и придет в следующем году, кто-то, именно наше сегодняшнее мероприятие, станет решающим для того, чтобы выбрать будущую профессию, будущую специальность. В фойе Круглого зала Брестского госполкома развернулись интересные познавательные интерактивные площадки, на которых учащиеся смогли примирить на себя роль судебного эксперта. Изучить специализированное оборудование, с помощью приборов обнаружить биологические следы, изъять отпечатки пальцев, определить подлинность денежных купюр и многое другое. Я пришел сюда, потому что мне было интересно посмотреть, как работают, как узнать, как работают эти люди, что им приходилось испытывать, тяжело ли им, интересно посмотреть было. Я хочу, чтобы это была моя профессия будущая, просто я не очень определилась с факультетом, куда хочу, и хотела бы узнать несколько организационных вопросов, ну, потому что у нас в стране только два, получается, именно академия и институт, по-моему, в Могилеве. И там и там мне просто бы хотелось узнать больше организационных вопросов, ну, моментов. После наглядной демонстрации нелегкой, но невероятно интересной профессии, ребят ожидал диалог с действующими сотрудниками управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области. Учащимся рассказали о работе разных направлений экспертной деятельности, а ребята с удовольствием задали дополнительные вопросы. Я постараюсь открыть немножко завесу тайны нашей работы, поскольку профессия судебного эксперта многосторонняя. Начиная от медицинского образования, заканчивая узким направлением в сфере IT, это все эксперты, но мало кто знает о том, чем они занимаются на самом деле. Поэтому сегодня приоткроется небольшая завеса тайны над сущностью нашей профессии. И я буду, по крайней мере, освещать криминалистическое направление работы судебных экспертов. В первую очередь, это все, что связано с изобличением преступников, которые совершают преступления в их материальном отражении. То есть это те следы и объекты, которые они оставляют непосредственно в материальном мире. Мы не говорим о показаниях свидетелев или о каких-то сферах высоких технологий, а строго о том, что может остаться, какие следы могут остаться от преступника на месте происшествия. Это с этим всем работают эксперты-криминалисты. Подробнее о возможностях поступления в высшие учебные заведения будущие абитуриенты узнали напрямую от преподавателей Академии МВД, которые также участвовали в откровенном диалоге о загадочной профессии эксперта. В учреждении образования Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь ежегодно поступает 20 человек в интересах Государственного комитета судебных экспертиз для обучения по специальности судебно-криминалистической экспертизы. Ежегодно, соответственно, порядка 20 человек мы выпускаем для территориальных органов Государственного комитета судебных экспертиз. Обучение составляет 4 года, по результатам чего ребята получают юридическое образование и со специальностью эксперт-криминалистов. В ходе обучения проходят как общие теоретические дисциплины, так и практические направленности. Ежегодно у нас каждый курс обучения оканчивается прохождением практики в территориальных органах. Отдельные виды занятий проводятся не только профессорским и преподавательским составом кафедры, но и с привлечением специалистов Государственного комитета, то есть заказчиков кадров. Подобное мероприятие проходит на регулярной основе и помогает учащимся познакомиться с интересующей профессией, определиться с выбором своего будущего. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова